Рано утром на микроавтобусе из Ташкента через Червакское водохранилище. Сегодня мы едем за поселок Сиджак. Хотим пройтись вдоль правого притока Пскема по широкому ущелью горно реки Новолисай. Маршрут достаточно прямой, несложный и красивый. Заблудиться здесь очень трудно, ведь почти вдоль всего ущелья идет укатанная пограничниками дорога. Подъем по маршруту здесь очень плавный, мне кажется подойдет для туриста любого уровня. А у нас в плане сегодня пройти по ущелью и дойти до водопада. Есть на этом маршруте одно большое НО. Из-за близости к границе с Казахстаном без разрешительной бумажки пограничники в ущелье не пускают. Проход вдоль Новолисая возможен только если у вас есть паспорт и письменное разрешение. Ну а из плюсов похода это красивый водопад, хорошая рыбалка и инженерные жемчужины древнего мостостроения. Сегодня постараемся все это вам показать. Акулы здесь есть, не знаете? Есть! Поплывает! А дельфины, дельфинок не спрятал. Дельфинок че это? В широкие водят. Ибо наша группа подошла к первому объекту всемирного наследия. Первый мост это качающийся мост Новолисая. Построен в стародревние времена и был разрушен вторым всемирным потопом. Позже был мастерски перестроен и сейчас знаменит тем, что в его конструкции не был использован ни один гвоздь. Варя, куда? Нам туда! Опять экстремальничаете? Что ты делаешь? Говорят, либо здесь, либо туда. Все, полезете по мосту? Нет, я пойду вброд. А что мост игнорируете? Он мне не нравится. Для вас мост построили, а вы плевали на него. Этот мост мне не нравится. А чем он вам не угодил? Я не знаю, он просто мне не нравится. А вам чем мост не нравится? Перил там нет. Не хочу лезть вот так вот. Нет, я лучше вброд перейду. Так проще. Кстати, есть несколько разных технологий пересечения подобных мостов. Вариант первый – переход типа альпинист. Вариант второй – переход фронтальный цирковой. Вариант третий – переход боковой в присядку. Вариант третий – переход боковой в присядку. Недалеко от первого моста находится и второй. Это мост желаний. Он соединяет берег реки Новолиса и островок отдыха и вдохновения. Многие из древних архитекторов скептически относились к проекту этого моста. Некоторые даже предсказывали его скорое обрушение. Но, как видите, мост стоит и по сей день. Я проверила. Нормально. Третий мост – это Тогон. Был построен как дамба для контроля уровня воды в реке Новолиса. К сожалению, основание этой плотины изгрызли акулы-эндемики. И сейчас мы можем видеть только верхнюю, наклонную часть этой древней каменно-деревянной плотины. Ну и как бонус, нам удалось найти на реке знаменитый подводный батискаф Академии наук. Раньше ученые использовали его для донных исследований Новолисаи. А сейчас батискаф вот затоплен. Вероятность, чтобы предотвратить поток подводной контрабанды из Казахстана. Новолисаи – река горная, своенравная и даже сейчас, сухой август, периодически заливает нам дорогу. Так что здесь, на маршруте, будьте готовы, что придется иногда прыгать камень на камень. Как вам маршрут? Хороший. Мы прошли уже 8 километров из 20. Да не может быть. Вам он километра 3 всего лишь? Нет, 8. У девочек показывает часть. Отлично. Совсем не сложный. Легкий? Да. А что интересного здесь есть? Зачем идти? До водопада дойти самое главное. Смотреть водопад, искупаться в нем. Лайфхак от участников. Мы же все знаем, что под водопадом стоять опасно, ведь с потоком воды в голову может прилететь и камень. Но некоторые люди ломают наши стереотипы. Таким вот образом опытный человек может одновременно попить воды, охладиться и постирать всю свою одежду. Много полезного, конечно, удалось узнать и увидеть в этом походе. Там наши гиды остались, моются. Дома у них воды нету. Я им мочалку оставила, мыла, они сейчас помоются и пойдем дальше. Но есть подозрение, что они поэтому в горы ходят? А, для того, чтобы мыться? Как вам маршрут? По длине? Классно, классно. По длине вообще стоит, по моим силам. Ноги не устали? Устали, но приятно. Подрагивают, да? Да, подрагивают. Вы на четвереньках не идете еще? Нет, пока нет, не ползу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, куда сегодня ходили? Поход великолепный. Ходили по руслу реки Ново-Лисай. А где с ними? В конце был венец похода в водопад. Очень красивый. Понравилось все. Природа. Сегодня погода подпортила нам. Очень хорошая была погода. Компания классная. Не устали, легкий поход. Снимать стресс. Все было великолепно. Вы садили. Что теперь скажете? Как маршрут? Кому подойдет? Практически всем. Потому что совсем не сложно. Только вот перед водопадом немножко подъем. Это совсем не сложно. Зато у нас того стоит. На что интересно на маршрутах? Мне понравился сам водопад. Я смогла даже скупаться там все это. Ну и вообще река. А рыбу ловили? Нет. Не увидели. Только алчу вот собрали. Урожай. А у вас есть разрешение на сбор алти? Нет. Будет с контрабандой. Расскажите как опытный человек. Сложный или не сложный? Вообще не сложный. Очень легкий. Правда долго идти. Но легко. А долго это сколько? Мы туда шли по-моему три с половиной часа. Или четыре. Надо тем по этому вас утром идти. Что интересного? Река красивая, ущелье и водопад в конце. Высокий? Да. Высокий. Не знаю сколько метров. Метров 15 наверное. Нет. А вы в свой выходной день сидите пожалуйста дома. Потому что мы будем ходить и снимать для вас интересные места и события. Это какая смородина? Смородину, смородину. Вот эту смородину надо в чай ложить. Урожай 22 года. Да. И поход будет веселым. Не только на ногах, на руках. Побежали сразу. Так у нас поэтому все время веселые походы. Это Саша в чай ложит? В чай ложит. Я сейчас вот возьму, засушит на следующий поход. Заварочка, да? Загадали, это загадка. Да, да. Вот так вот. Спасибо, Лора. Смородина, смородина. Вот какая смородина. Ну пока.